Включил запись. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня очередное занятие нашего замечательного курса, в котором мы учимся читать и понимать текст Торы. Какое у нас очередное? Сегодня, по моим подсчетам, 59-е. Я их последовательно считаю. Следующее будет 60-е, некоторым образом юбилейное. Итак, в этот Мусей-Шаббат Израиль перешел на зимнее время. И, кроме того, все евреи, молящиеся в Израиле, перешли на зимний вариант уже в девятом благословении. Для тех, кто в танке, это известно. А кто пока не знает, о чем идет речь, собственно, это объявление ему особо и не поможет. Но суть в том, что мы вот с вечера пятницы, с вечера, извините, субботы, мы уже просим Всевышнего дать дождь. И я видел в интернете, на улицу сегодня практически не выходил, я видел в интернете, что действительно где-то дождик уже покапал. Это очень обнадеживает, что Всевышний слышит наши молитвы. Так, мы недавно начали новый цикл чтения Торы. И в эту субботу, то есть на прошлой неделе, мы прочитали второй недельный раздел, который называется «Ноах». И из этого раздела я выбрал последнюю главу, поскольку она тематически имеет отношение к нашему курсу, а именно расслоение, расщепление языков и, соответственно, значение мета-языка, прото-языка, которым большинство лингвистов современных считают иврит. Ну, я немножечко ударюсь в лирическое отступление. Дело в том, что вот по моим наблюдениям все языки похожи на иврит. И те, которые я знаю, и те, о которых я спрашивал людей, изучавших и даже носителей, но каждый похож чем-то своим. Русский язык, например, похож строением фразы и некоторыми оборотами. Английский язык, например, тем, что в словах пишется буква «h» на конце и не читается, так же, как пишется буква «h» на конце, скажем, в окончаниях женского рода. Ну, к примеру, каждый похож и каждый чем-то своим. Интересный комментарий. Я вообще-то ставлю себе цель не познакомить вас с тем, что говорили наши мудрецы по поводу содержания, а с тем, что написано конкретно. И как это прочитать? А тем не менее, один интересный комментарий я приведу. Практически получается вот из этого параграфа, это одиннадцатая глава книги «Решит бытие», что как будто люди в один прекрасный день проснулись и обнаружили, что они не понимают друг друга. Как такое могло быть? Да, как такое могло случиться? Интересный комментарий я слышал много-много лет назад, что перед этим, именно до этого, это важно, рассказывается о том, как все человечество расщепилось на народы. А только после этого уже говорится про языки. И, соответственно, народы пока еще не были народами, по определению товарища Сталина, который включал в определение народа еще и общий язык, общность языка. Так эти большие семьи, они все говорили на общем языке, которым, скорее всего, судя по всему, был именно иврит. Но, кроме того, в каждой семье был свой собственный жаргон. Как вот, скажем, русский язык житомирщины отличается от русского языка, допустим, Новосибирска. Были какие-то свои обороты, были какие-то свои специфические слова. И что же сделал Всевышний в один прекрасный день? Он, вот этот священный язык, отнял у всего человечества. И у каждой группы остался свой вариант, который со временем стали расходиться все дальше и дальше. Какую-то похожесть на иврит сохранив, но не будучи похожи один на другой. Вот такое интересное объяснение я в свое время услышал. Так, теперь мы, значит, почитаем текст. На сегодня я решил заняться теми нашими участниками, которые приходят, слушают и молчат. Почему они молчат? То ли они стесняются, то ли они считают нужным сыграть роль четвертого сына из Пасхальной Агады, и тот сын, который Лоио Дейли Шоль не умеет спрашивать. Вот, я многократно обращался к ним с вопросом. Давайте скажите мне, может быть, мне стоит поподробнее на чем-то остановиться. Попробовать я с радостью передал бы кому-то микрофон, кто знает буквы. Пусть он попробует прочитать слово. Мы не будем, честное слово, мы не будем смеяться, если вы прочитаете это слово неправильно. И мы разберем, почему это слово именно в такой форме стоит, где у него корень, где у него аффиксы и так далее. Вот, ну, сегодня просто я обнаружил, что материал довольно простой, и, в общем-то, я выбрал кусок не такой уж большой. То есть в нем, кроме всего прочего, много повторений. Да, я прошу извинения, я обычно загодя ставлю материалы на нашу группу в Телеграме. Сегодня я сделал буквально перед уроком, но материалы там есть. Вот, пожалуйста, кто имеет возможность, откройте и последите. Так, а мы с вами, значит, открываем текст. Сейчас видно текст? Появился на экране текст? Да. Прекрасно. Прекрасно так. И, значит, попробуем почитать. Я прошу все-таки, в первую очередь, тех, кто еще сам самостоятельно читать не очень умеет, держать со мной обратную связь. Итак, брейшит – это название книги, первой книги. Пятикнижие слово «перек» означает буквально параграф. «Юд Алиф» – это передача числа 11. Вот первый послуг, первая фраза. «Ва-и-и» – это значит «и было». «Коль вся га-арет» – земля, имеется в виду весь земной шерсть и вся обитаемая суша. «Сафа-э-хат» – слово «сафа» означает язык, язык как средство общения. Язык можно назвать словом «лашон». Слово «лашон», кстати, тоже женского рода. «Лошон» – это именно язык и как орган человеческого тела, а «сафа» – это губа буквально. Но мы понимаем, что здесь идет речь именно о языке. «Ахат» – «эхат» в данном случае – это значит «одна», женский род. «Эхат» – мужской род. «Эхат» или обычно мы говорим «ахат» – это женский род. «Удварим» – «ахадим». Слово «давар» имеет несколько значений. Например, слово или речь или вещь. «Дварим» – в данном случае слова. «Ахат» или речи «ахадим» обычно называется перевод «немногие». Это тоже слово «эхат». «Эхат» – это один, а вот этот суффикс «им» означает множественное число. Но если возьмем множественное число от «ахат», это будет много. Здесь, очевидно, подчеркивается, что было их не так уж много. То есть, либо тем для обсуждений, либо словарный запас вот этого языка был достаточно невелик. Так, вот, ну, читайте комментарии. Дальше. «Ва-и-ги». 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 И было. «Бе-на-с-а». Корень этого слова. Так. Всем видно демонстрацию, да? Сейчас я посмотрю. Может быть, мне что-то в чат прислали, да? Нет, ничего не прислали. Давайте сделаем вот что. Я, значит, словарь, который я тоже отдельно прислал. Сейчас я попробую его поставить весь в чат. И следите, следите параллельно. «Ctrl-C». Так. «Ctrl-V». Угу. Так. Запускаю. Что получилось? Так. Ага. Но не весь он влез. Значит, сделаем так. Давайте сразу же я чуть-чуть вот осталось дополню, да? Чтобы не пришлось не волноваться, когда у меня кончится то, что надо. Вот так. Вот так. Да. Вот. Смотрите. Смотрите в чате словарь. И смотрите отдельный файл словаря. Да. Значит, вот для тех, кто не в танке. Слова, которые я выделил желтым, я выделил скорее для себя, чтобы немножко что-то о них рассказать. А слова, которые выделены зеленым, на зеленом фоне, да, я выписал в словарь. Потому что, вот я так решил, что даже те, кто в какой-то мере знает иврит, вот с этими словами, скорее всего, будут незнакомы. Да. Что такое нас-а? Но се-а – это ехать. То есть двигаться. При движении. Бе нас-а. Ми-кедем. Знаете, наверное, слово кодем – это значит раньше. Кедем – это прежде. Прежний. Да. И называется так еще что? Какое направление света? Я полагаю, что восток, да? Что нам дает перевод Торы на русский язык? Сейчас я… Сейчас у меня откроется, я попробую посмотреть, как здесь. Да. С востока. Продвигаясь с востока. Да. Угу. Так. 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 Ва-им-це-у. Ва-им-це-у. Так. Что-то мне, наверное, пишут. Да. Точка с запятой – это символ. Конечно. Так. Это просто разные значения. Немножко различные. Немножко различающиеся. Ва-им-це-у. Здесь корень ма-ца. Ма-ца через алиф. Это значит найти. Да. Ва-им-це-у. Это составить, предоставить. Хам-ца-а – это изобретение. Так. Ле-хам-цы – это также еще что-то присочинить, что-то нафантазировать. Точнее на самом деле не было. Но здесь значения просто нашли. Бик-а. Бик-а – это долина. Это низина. Бе-эрец-шин-ар. В земле – шин-ар. Обратите внимание. Ну, это уже слово здесь означает «вся земля», вся населенная часть суши. А здесь какая-то часть ее – страна. Так. Это и страна, это и земля. Итак, в стране шин-ар, да, ва-яш-ву, шам-яш-ву – это буквально «поселились», то есть не «сели на попу», вот, а «поселились», шам – это «там». Ва-йом-ру – и сказали «иш-эль-ре-эго» – «человек близкому своему». Своему. Вот это вот слово, если вы будете искать его в словаре, вы увидите другое значение. Значение слова «ра», что значит «плохой». Да, но, 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 все-таки есть и значение. Написано там в словаре в сочетаниях, да, как-то вот так, да, в оборотах, да. Что это значит? Что просто сказать «близкий», «ближний» – это не очень получается. А вот «рэ-ай», «мои ближние» или «рэ-аха», «твой ближний», «вэ-агавтал рэ-аха-камоха», да, или «лман ахай вэ-рэ-ай», это тоже приводит в словарь, они знают эти выражения, да. Вот, это вполне используется. И, значит, сказал чек. «Лэ-бэ-на», мы могли бы подумать, что корень здесь вот такой лаван, то есть, что такой лаван белый. Нет, здесь дело в том, что, значит, есть слово «лэ-вэйна», «лэ-вэйна» – это буквально кирпич, то есть блок, да. «Лэ-вэйна», «лэ-вэйним», то есть с кирпичем кирпичи. Вот, говорит Раши, что вот этот вот «э-эй» на конце, да, он дополнительный, он не образует формы, то есть можно сказать «гава-нагила», а можно сказать «гава-нагелл». Да, так, давайте с кирпичем кирпичи, то есть человечество придумало новый, достаточно искусственный материал, которого не было в природе, то есть за которого Бог не додумался, а мы такие умные, что мы превзошли в Бога, у нас есть кирпичи, да. «Вэ-ни-сре-фа», «ли-сре-фа». Что такое «сараф»? «Сараф» – это значит «зжигать». Здесь имеется в виду «обжигать» кирпичи. Глина при обжиге, достаточно легкая, но все же прочная. Из этих кирпичей можно складывать сооружения, и фактически их, практически их высота не ограничена. Ну, конечно, да, ограничена, но тем не менее, людям показалось, что из камней они могут построить здания в один, два, максимум три этажа, я думаю, так, вот, а из этих кирпичей можно их складывать один на другой, добраться до неба. «Ва-т-ги-ла-хэм» – и было у них «ал-вейна», «ал-вейна» – кирпичи. «Ла-авен» – это камень, да, то есть кирпичи были вместо камней. «Ве-га-хэ-мар» – «гая-ла-хэм» – «ла-хомер». Вы видите, что вот эти вот два слова, да, они имеют одинаковый корень. Что такое хомер? Вещество, да, какой-то то, из чего что-то делают. Словарь нам дает, словарь нам дает, что хэмар – это глина, хомер – это вообще вещество. А перевод звучит так. И было у них кирпич вместо камня, а земляная смола, а вот это имеется в виду хэмар, была у них вместо и звездки. То есть вот этот вот хомер имеется в виду не просто какое-то вещество, а вещество, которое скрепило камни, да, а теперь кирпичи, да, скрепляются земляной смолой, которая, наверное, тоже в изобилии, в избытке. Так что строй не хочу, так? И что же тогда? «Ва-йом-ру» – и сказали, вот множественное число, да, «гава» – это слово у нас было, давайте, «нивне» – «нивне» от слова «боне». «Бона» – это значит строить. Однокоренное слово чуть позже мы увидим, так? Давайте построим здесь тоже вот этот вот «эй», да, он как бы дополнительный, так? «Аль-п-ней-коль-ха-аре» – пардон, я не туда полез, да? «Нивне» – «лану» – «ир» – «для нас». «Ир» – это город, да? «У-мигдаль». В слове «мигдаль» явно чувствуется корень «гадоль». Что такое «гадоль»? Ну, товарищи, посмелее, включайте. Большой. Большой, да. А «мигдаль» – это башня, башня высокая, да? Тот, кто читает «Веркат Амазон», знает, что в конце есть такая фраза «магдиль ешот молко» или «мигдаль ешот молко». В одном случае мы переводим это как взращивающий, то есть увеличивающий, а в другом случае как башня спасения. «Верошо» – слово «рош». Обратите внимание, «алев» посередине – это голова-вершина. И вершина его, то есть ее этой башни, «ва шамаим» – «в небесах». «Ве наасе лану шем». «Наасе» – «изделаем» для нас, для нас самих «шем имя». То есть «стань мы людьми именитыми». Есть разные комментарии, как понять эту фразу. Дальше идет очень интересное слово «пен». «Пен» означает «чтобы не». Да, чтобы этого избежать. «Нафуц» – «нафуц» – это «рассеяться». Спрашивается, что в этом плохого? А то, что Всевышний сказал им «заселяйте землю», «расселяйтесь по всей земле». Они же захотели какое-то определенное место. Мы увидим, какое – сделать центром цивилизации, то есть столицей в общее всего человечество. Поскольку все человечество пошло из одного места, и пока они все вместе, это единая семья, которая пока еще не раскололась на народы, это будет резиденция нашего управителя. А кто управитель? Вы можете сами посмотреть в комментариях. «Альпный» – «по лицу, по поверхности Коля Арыц» – «вся земли». Снова «Арыц» – значение «вся суша». «Ва-Е-Рэд-А-Шэн» – вот это имя Всевышнего. Я читаю его как «Га-Шэн», то есть одно некое определенное имя. А вот это слово «Ва-Е-А-Рэд» означает «спустился». Название реки Ярден и Ярдан от этого же корня. «Юд-Рэйш-Дай». «И спустился Всевышний». Ну, мы знаем, что он бестелесен, что значит, что он спустился. Это вы можете помнить из комментария. «Ли-Рот» – «Ли-Рот» через «Адов» – это «увидеть». Это «Ир», то есть посмотреть на город. «Ве-Эд-А-Мигдал» и «Башню», «А-Шэр» которую. «Бану» – «Банэй Адама». «Бану» построили, «Банэй» – «Сыновья». Вы видите, насколько близки эти слова. Действительно, объясняется, что через сыновей отстраивается род. То бишь, если муж и жена принадлежат разным культурам, то жена должна следовать обычаям мужа. К примеру, если муж молится по Сидуру Ашкеназ, а жена по Сидуру Сфарад, то жена должна перейти на носах Ашкеназ, а не наоборот. Ну, иногда бывает и иначе. Итак, «Которые построили Банэй Аадам» – «Сыновья человека». Интересно, вот я сейчас обратил внимание, что слово «адам» есть с определенным артиклем. Это можно читать как сыновья определенного человека. В данном случае «ноха». То есть, они пока что едины. Они чувствуют себя, ощущают себя сыновьями одного человека. «Вайомя Рошеми» – «сказал Бог». «Хэн» – «Слово «хэн». Давайте я посмотрю, что нам скажет слово «арь». А, чтобы я почему-то это слово не перевел. Ну, ладно. Я назову вам похожее слово «хэнэ». «Хэнэ» – «вот». То есть, как бы Всевышний говорит, вот ведь «амэхад» – «народ един». «Вэ сафаахат» – «и язык единый». «Ла кулам» – «у всех». «Кулам» – от слова «коль». «Коль» – «всякий каждый». «Вэ зэ» и «эта». «Хахилам» – «лаасо». «Хахилам» – это не то слово, которое выдаст вам словарь. Здесь корень, вот он. «Хэтламен». Мы знаем этот корень. Немножечко расширенный. Слово «матхиль». «Матхиль». Так, это «начинать». Вот, это только начало. Это «начали они ласо делать». «Вэ ата» – «я произношу букву «айн», чтобы подчеркнуть, что здесь именно она. Это значит «сейчас» от слова «айт» – «время». И сейчас «ло-и-ба-цер-магем». «Ло-и-ба-цер-магем». Так. «Бицер» – «строить укрепление», «укреплять». Так. То есть ничего их не остановит. Здесь перевод. Ну, давайте я все-таки посмотрю, что нам дает перевод. Перевод дает. Так. Воспрепятствуются. Теперь не воспрепятствуются им. Так. Так. Коммент. «Коль ашер язму». Все, что они задумали. Язму. Юзма – это инициатива. Язум также. Ласо. Все, что они не задумают, да, все у них получится. Почему? Потому что они едины, да. Они сплочены. И то, что Всевышний не может им воспрепятствовать. Всевышний не ограничен, да. Он всемогущ. Но он поставил себе определенные условия. Так. Момент. Че-то. Так. Почему единый народ – единый язык? Это Игорь задает вопрос, почему единый народ и единый язык? Слово «едийный» написано по-разному. Это какая фраза? Напомните мне, пожалуйста. А если самое первое, вот эти слова, да. Может быть, имеется в виду, что слово «язык» в тембрите женского рода, и поэтому «э», «х», «д» став на конце. А «ам, эхад», да, но такое не встречалось, да. Вот. Там мужской род, и там «далит» на конце. Если это имеется в виду, сейчас посмотрю. Так. Седьмая строка. One, two, three, four, five, six, seven. Вот это вот седьмая строка. Этого имеете в виду, да. Вот эта строка. Сейчас проверю. Проверю. Ага. Да, «ам, эхад», действительно, да. «Сафа, ахад», точно так, да. Я вам правильно сказал. Это мужской род, это женский род. Так. Так. На здоровье. Так. Ласов. А вам, снова это слово давайте, «нерда». «Нерда» от слова «йорэд», «ярдэн», как вот здесь, да. Но стоит это слово во множественном числе. Давайте спустимся. Поэтому здесь мы вначале, да. Вот. А кому это говорит Бог? Есть мнение, что Он светуется с ангелами. Давайте спустимся. Ве-ни... А, пардон. Ве-нав-ла-шам. Так. Ве-нав-ла. Так. Что-то я не вижу этого слова. Неужели я его тоже пропустил? Так. Нерда. Сейчас я подумаю, что оно означает, потому что... А, конечно же. Конечно же. Вот он корень. Точнее, от корня осталось две буквы. Бет и ламет. Мы увидим с вами реализацию этого корня чуть дальше. Так. Смысл здесь смешаем. Вот этот «нун». Это тоже будущее число. Будущее время. Множественное число. Так. Так. Вот. А корень мы увидим немножко дальше. Шам. Там. Сэ-фа-там. Са-фа. Язык. Сфа-там. Языки их. Ашер-ло-еш-ме-у. Которые не буквально услышат. То есть это множественное число. А корень здесь шма. Как шма-исраэль. Иш-цефат-ре-эгу. Человек языка ближнего его. То есть то же слово, что вот здесь. Ре-эгу. Так. Сделаем так, что один не будет слышать. То есть понимать языка другого. Так. Что для этого? Надо смешать языки. Так. Ва-я-фет-и-рассеял. Так. Как здесь написано. Нафуц рассеянный. Жил народ рассеянный. Так. Хашем это имя Всевышнего. И рассеял Бог. О-там их. Да. Ми-шам оттуда. Аль-пней-кол-арец. По поверхности. По лицу всей земли. Ва-я-х-дэ-лу. Здесь это значит. Хадаль. Вот он корень. Да. Прекратили. Лив-но-т-а-ир. Строить город. Аль-кен. Поэтому. Кара. Кара это значит называется. Это значит еще и читать. Так. И звать. Призывать. Да. Шема. Это слово шем с окончанием вот этим суффиксом. Ее. Имя ее. То есть этого города. Слово город. И все названия городов. Вы врите в женском роде. Так. Как же называется этот город? Называется он бавель. В слове бавель. Мы видим корень бет. Бет ламет. Да. Ки-шам-балаль. Балаль. Это значит смешал-перемешал. Здесь мы видим корень бет ламет ламет ламет. Несмотря на то, что только две буквы тут общие. Здесь удваивается первая буква. Здесь удваивается наоборот вторая буква. Это один и тот же корень. И этот же корень представлен здесь. Он представлен одной буквой бет и одной буквой ламет. Да. Такое происходит. Там смешал Всевышний. Сфат кольха-арец. Язык всей земли. Снова говорится о том, что язык был один. Но он смешался. Он. Как мы видим. Стал неясным. Стал смешанным. Умешам. И оттуда. Гефицам. Так. Рассеял. Так. Вот он корень. Так. Гефиц. Это каузативный беньян. Гифиль. Всевышний. Да. Вот его имя. Это значит, что он сделал так, что рассеялись оттуда. Альпней колярец. По лицу всей земли. Вот вам разбор рассказа. Как вы видите, он довольно короткий. В нем всего-навсего девять раз. Да. Можно маленький вопрос? Всей, да. Всей лингвистике. Да. Слушаю вас. Слово Брэна мы разбирали. Разбирали слово. Вот пэн. Вот это только в анахическом ибрести используется, чтобы не. Или в современном тоже так говорится. В современном тоже. Да. Значение не изменилось практически. Ну, редко оно встречается. Больше в официальной речи даже как канцеляризм. Вот. Чтобы не. Да, да, да. Исключительно так. Пэн. Пэн ефтэла вавхэм. Вы, наверное, помните в чмах. Так. Хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Дальше идет отрывок, который я вот так вот разбил. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что вот три. Нет, две фразы. Две фразы мы сейчас разберем. А дальше идет их повторение. Вот с изменением только определенных данных. Элэ толдот шэм. Элэ – это значит «вот» во множественном числе. Вот эти. Толдот. Обычно это переводится как «история». Но, по сути, это порождение. Тот же корень, что в слове «елэд» – «леголид». Вот «ламэд» и «далэд» мы видим. Юд выпал. Вот порождение шэма, то есть потомки шэма. Шэм. Бэн мэашэна. Ашэна, то есть сын 100 лет. То есть когда ему было 100 лет. Возраст 100 лет. Вайолед. Вайолед и породил. Обычно иногда переводят «родил». Но мужчина не рожает, рожает женщина. Вот. И вот наш это каузативный беньян, который показывает «явился причиной рождения». То есть он был отцом. Кого? Эт-ар-пах-шад. Так звали сына шэма. Шната им ахара мабуль. Шната им – это как шана. Шана – это год. Шната им – вот это окончание аим. Немножественное, а двойственное число. Шната им – два года. Как альпа им – две тысячи. Вот. Не говорят шкала им. Два шекеля. Вот. А как говорят? Кто-то слышал, как называют недавно появившуюся монетку в два шекеля? Шнейшкалим – его называют коротко шнекель. Шнейшекель – это шнекель. Шната им – два года. Ахар – после. А мабуль – слово мабуль – это потоп. Ну, мы слышим родное нашему уху. Да? Созвучаем мабуль. Вайхи. Вайхи – это значит «и жил», в отличие от «вай-и» и «был». Как в русском есть жили-были, так и в иврите они рифмуются. И жил шэм. Ахарэй – после «голидо». «Голид» – это порождение. «Голидо». Когда он породил. Это Арпахшад. После того, как он родил Арпахшада. Хамеш – это пять. Меот – это сотни. Пять сотен шана. Пять сотен лет. Пять сотен лет. И рожал сыновей и дочерей. То есть порождал сыновей и дочерей. Прошу, откуда все? Вечество не обращает внимания часто вот на эти строки. И порождал сыновей и дочерей. Давайте почитаем немножко дальше. Вот мы разобрались слова. Да? Теперь мы увидим, что конструкция дальше идет такая же. Верпахшад. Хай. Арпахшад – жил. Хамеш. Ушлу шимшана. Пять и тридцать, то есть тридцать пять лет. Вайолед – это шалах. И породил шалаха. Вайихи – Арпахшад. И жил Арпахшад. Ахрей – Холидом – это шалах. После того, как он породил шалаха. Шелош шаним ве арба меот шана. Три года и четыре сотни лет. Вайолед – баним вонот. И рожал сыновей и дочерей. Дальше то же самое говорится про шалаха. Он породил кого? Эвер. Эвер. Таким образом, для Шема является кем? Арпахшад – это сын. Шалах – это внук. А Эвер – это правнук. Он правнук Шема. И, соответственно, правнук Ноаха. Вайихи – Шеллах – Ахрейолидо – Эт Эвер. Шелош шаним. Три года. Ве арба меот шана и четыреста лет. Вайолед – баним вонот. Вайихи – Эвер арба у шлопшим шана. И жил Эвер четыре и тридцать лет. Тридцать четыре года. Вайолед – Эт Пелег. И породил Пелега. И читаем мы дальше. Ну, я выделил только имена. После Пелега идет Реу. После Реу идет Сыруг. После Сыруга идет Нахор. Тут дальше идет немножко по-другому. Вайихи – Сыруг Ахрейолидо – Нахор. После рождения Нахора. Значит, прожил он Матаймшана двести лет. И рожил сыновей и дочерей. Вайихи – Нахор. И жил вот этот Нахор. Теша – Бе Айсримшана. Девять и двадцать лет. Двадцать девять лет. Вайолед – И породил Эт Тарах. И родил Тераха. Почему Терах Тарах? Потому что на конце фразы ударный Сыгол преображается в Камац. Есть такое правило. Представьте себе. Вайихи – Нахор Ахрейолидо – Эт Терах. Вот видите, здесь ян Терах. После рождения Тераха. Теша – Айсрае. Шана – девятнадцать лет. Уме – Ашана – и сто лет. Вайолед – И породил Авраама, Нахора и Гарана. Вайолед – Эт Аврам, Эт Нахор и Эт Гаран. Терах породил вот этих троих. Вайолед – Эт Лот. Гаран породил Лота. Авраам – это наш проотец Аврагам. Вскоре мы ему поменяем имя, но пока он у нас только Авраам. А Лот – это сын его брата по имени Гаран, то есть его племянник. Вайамат Гаран – и умер Гаран. Аль Пней Терах – пред лицом Тераха. Пней Паним – это лицо. Авив – отца его, то есть он умер раньше его отца. Интересный медреж по поводу того, как он умер и почему. Бээрец Молад То в стране. Моледет – это родина, отчизна. То есть место, где человек Ялад родился. Голид – породил. Гелед – детеныш, ребенок. В стране рождения его. Бэур Каздим. В Уре Каздимском. Помните, оттуда родом все семейство Авраама. Вайках. И взял Авраам. Должно быть Вайкху. Потому что дальше говорится не только про Авраама, но еще и про Нахора. Но здесь единственное число. Опять же, не мне это объяснять. Так. Ве Нахор. И взял Авраам и Нахор. Лахем. Для них. Нашим. Жен. Шем. Имя. Эшет. Как Иша. Эшет Авраам. Имя жены Авраама. Как ее звали? Ее звали Сарай. Ве Шем. Эшет Нахор. Милка. А имя жены Нахора Милка. Бат Аран. Она была дочерью этого Арана. То есть родственницей. Да. Причем про Арана сказано, что он Ави Милка. Ве Ави Иска. Что он был отцом Милки. Как мы уже видели здесь. И отцом Иски. Есть мнение, что Иска это вот Сарай. Это другое ее имя. Ва Теги Сарай. И была Сарай. Ва Теги была через Эй. Акара слово. Акара значит бездетная. Пере. Значит приводит. Приводит словарь. Значение бездетный, бесплодный. Так. А текст дальше говорит про нее. Так. Акара Эйн Ла. Что такое? Куда-то делось слово у меня. Извините. Так. Извините. Минутку это у меня займет. Я сейчас поправлю текст. Потому что он должен быть у меня безукоризнен. Так. Вот так. Сейчас я переключусь. Так. Можно вопрос? Да. Да, да. Про дословным, который мы читали. Вот имена что-то означают. На хор, терах особенно интересует. На ран. Как можно их... Наверное, можно что-то поискать. Но на ходу у меня нет такого. Наверняка комментарии это приводит. Сейчас я посмотрю, какие-то имена. Может быть, они мне что-то скажут. Вот. Но в целом они не обязаны раскрывать, так сказать, характер героев. Так. Сейчас я исправлю. Вставлю тут слово. Вот оно. Это слово Влад. Влад. Валлада, точнее. Это тоже слово однокоренное со словом Елед. Нет у нее... Нет у нее порождения. То есть нет. Не может она родить. Комментарий говорит, что она была неспособна родить. в результате некоего недоразвития анатомического. Так. Сейчас я посмотрю эти имена. Терах. Есть близкое слово Литрова, что значит трудиться. Но там пишется оно по-другому. Так что нет. Сорег. 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 Это резать, например, на спицах. Но там буква Син стоит. Там стоит буква Самых, а здесь Син. Иногда они меняются, но это тоже вряд ли даст объяснение. Ну, я вам скажу относительно имени Эвер. Наверное, многие знают. Тем не менее, добавлю слово Эвер. От него происходит слово Иври. Соответственно, русское Еврей. Почему именно из всей цепочки предков выбран именно Эвер, чтобы по нему был назван народ, причем народ избранный. Где это звучит? Когда Авраам бежит спасать своего племянника Лота, сказано Авраам ха Иври. Потому что в ешивах Шема и Эвера учились Авраам, некоторым образом Ицхак, именно некоторым образом, косвенно, и Яаков. Почему ешивы Шема и Эвера? Эвер, мы выяснили, был кем Шему? Правнукам, да? Потому что именно вот они питали своим долгом рассказывать человечеству о едином Боге. Вы можете задать вопрос, а в чем же тогда величие Авраама? Если он не открыл единого Бога, если он был известен, да? И более того, если Авраам обучался у Шема и Эвера, да? Дело в том, что Авраам, как рассказывает Медраж, пришел к идее единства от Бога самостоятельно. И был готов ради этой идеи отдать все, что у него есть. И, кроме того, служение Авраама отличалось принципиально от служения Шема и, соответственно, Эвера. Те сидели в ешивах, да? То есть, любой человек, который хотел что-то узнать о Боге, мог прийти к ним и поучиться. Но Авраам, он ходил по всей земле и проповедовал идею единого Бога, то есть, рассказывал о ней людям. Еще, значит, одно объяснение, почему Авраам назван иври, то есть, буквально, перешедший, что он перешел. Два объяснения есть. Он перешел границу, по ту сторону были язычники, идолопоклонники, а он по эту сторону, признавших единого Бога, он был практически один. Либо, проще, он перешел через определенную, через какую-то реку, когда Всевышний сказал ему, это начало следующей главы, которую мы на этой неделе читаем, «Леха-иди» из «иди». Вот, он перешел в какую-то реку, соответственно, он перешедший, то есть, это Авраам пришелец с другого берега. Так, что-то меня желает спросить, сейчас попробую, сейчас прочитаю. Эвер не строил башню, поэтому у него язык не смешался. С чем не смешался? А, то есть, остался в неприкосновенности, поэтому иврит роднится с первоязыком. Любопытно, я не слышал конкретно относительно Эвера, но поскольку он все-таки был праведником, то резонно предположить, что он не участвовал в строительстве этой башни. Ну, говорится, что все человечество, но не имеется в виду, что каждый и каждый конкретный человек участвовали в строительстве башни. Авраам, например, не участвовал, он пытался их остановить. Но это было абсолютно бесполезно, увы. Так, про Эвера я вам рассказал. Ну, какие тут еще могут быть интересные имена? Ну, я скажу пару слов по поводу наших дальнейших главных действующих лиц. Сарай, конечно же, происходит от слова сар. Что такое сар? Это и в современном иврите министр. То есть, некий вельможа. Сарай – это буквально моя владычица, что тот такое. Вот, так называл ее Авраам. А когда, значит, в дальнейшем ее имя было изменено на Сара, то она получила значение, да, госпожа для всего человечества. Что касается Авраама. Есть мнение, что это, значит, патриарх арамейский. А Авраам, буква Гэй, будет сюда вот вставлена, да. Это, значит, отец множества народов. Ну, вот, наверное, можно это как-то разложить вот на такие слова. Так, чуть-чуть нам осталось. Давайте дочитаем, и, может быть, будут еще вопросы. Ва-и-ках. И взял. Так, ну, немножко об этом слове скажу. Значит, мы видим здесь от корня две буквы, да. Потому что Ва – это соединительный союз, и он же преобразует форму прошедшего времени. Буква Юд, да, образует будущее время, а Ва переворачивает его в прошедшее. Вот, а корень Ках, да, куда делась третья буква. Первая буква корня – ламед, лаках, она здесь выпала. Она выпала, такое иногда бывает, с некоторыми буквами, так. Вот, а, например, в форме инфинитива – лакахат, да. Мы вроде бы видим эту букву ламед, но на самом деле в лакахат, в инфинитиве, ламед не корневая, а образующая инфинитив. Как, например, катав-лик-тов, да, инфинитива начинается с буквы ламед, да. А ламед, она не просто здесь в данном случае выпадает. Она приводит к тому, что на конце еще и образуется буква тав. То есть, посмотрите, лаках и лакахат звучит очень похоже. Но ламед здесь разное, да. Тот ламед, который есть в лаках, да, он преобразуется в тав в конце. Немножко я вас запутал, да. И взял терах, это Авраам, бно, Авраама, сына своего. Мы видели здесь слово бней, сыновья, бен, сын, да. Например, бен-гурион, так. Вот. А бно означает сын его. И взял Авраам, сына своего. В эт лот и лота. Вот это вот эт. Я неделю назад объяснял, да, что оно образует кого-чего. Взял кого? Взял лота. Бен-гаран, сына Гарана. Бен-бно. То есть, сына Гарана, сына его сына. Так. Кто он был ему? Он был ему племянником. Да. Почему здесь бен-бно, сын сына его, то есть, как бы, внук, да. Потому что иногда бен означает не только конкретно сын, но и родственник. Веэт-сарай и... А, пардон, пардон. Это же говорится про тераха. Для тераха, конечно же, он был внуком, да. Лот был сыном Гарана, его сыном. Извините. Веэт-сарай-ка-ла-то. Сарай, кто была тераха, она была ему невесткой, то есть, женой его сына. Так. Слово кала, невеста, и невестка, как в русском языке эти слова. Похоже, так вы врите, они практически, они совпадают, да. Что такое кала? Это невеста, то есть, будущая жена самого человека. И это невестка, то есть, жена сына, так. Эш-сарай-авраам-бно, то есть, жену Авраама, сына его. Это кто все делает? Это делает терах, да. Вот он взял всю эту компанию. Ва-ец-у и вышел, и вывел, и вышел, и там, и там, это значит, с ними. Мэ-ур-каздим из ура-каздимского. Ла-лехет, чтобы идти Арца-кна-ан, в страну Хана-ан. Ва-я-воу, и пришли ад Харан. И пришли они в местечко под названием Харан. Это имя человека. Харан – это название местности Харан. Ва-я-шву-шам, и там они осели. Там они, значит, поселились, вроде бы собирались жить постоянно. Вот значение этого слова. Ва-и-гей-ю, и-мей, терах. И было дней тераха, хамеш, шаним, пять лет. У-мат-аим, мат-аим – это две сотни. Мэ-сто, мат-аим, аим – это два, две сотни. Шана – две сотни лет. Ва-я-мат-и-умер, терах. Бе-харан-и-умер, терах, в Харане, в городе Харан. Вот этим заканчивается недельная глава, которую мы читали на прошлой неделе. Вопросы, пожалуйста. Я очень надеюсь, что эти тексты я не зря все доставлю. Может быть, кому-то пригодится для чтения. Так, так, так. Ага. Почему пишут 200 лет и 5 лет? Я отвечу на немножко другой вопрос. Значит, дело в том, что в иврите, всегда так говорят, даже и в современном иврите, да, более того, например, 305 лет было бы три сотни и пять. А 325 было три сотни и два, три сотни и два, три сотни и два, да, все идет по отдельности. Вот, другое дело, что в Торе сначала называют единицы, потом десятки, потом сотни, да, наоборот. Например, Сара жила 7 лет и 20 лет и 100 лет, да, а не 100 и 20 и 7. Так строится язык. Нет, просто другой возможности нет. Хорошо, что вы обратили на это внимание. Так. Так. Так, так, так. Да, тогда, наверное, все на сегодня, да? Натан, ты с нами? Да, я вполне хотел сказать, если можно, совсем из другой области, но тем не менее. А вот на секунду сейчас подбежал к телевизору. Сейчас похороны Юда Барканзаль. Совершенно потрясающий человек. Я не знаю, насколько имя что-то говорит присутствующим. Артист. Да, 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 это артист, но это что-то, какие-то столпы, которых, на самом деле, очень немного осталось, которые, на самом деле, объединяют всех, всех и даже нас, приехавших, как бы, 30 лет назад. Мы переписывались с детьми, как бы, в чате вчера. Тоже говорят, что первый фильм, который они, как бы, смотрели, сами катались по полу. То есть это, я хочу сказать слово фольклор, но это что-то такое, действительно, настолько народно образующее, что-то фантастика, к чему я это говорю. Да, Александру Вирусу сейчас слово будет, к чему я говорю. Может быть, имеется в виду какое-нибудь одно занятие, на самом деле, посвятить вот таким людям, просто разобрать, я не знаю, какой-нибудь диалог из фильма, потому что, на самом деле, практически все эти диалоги, они настолько вошли в израильскую речь, эти фразы звучат все время, на самом деле, то есть их все просто... Это уже идиомы, это... Да-да-да, это идиомы, абсолютно. Человек говорит, а я моно, и это не значит, что, типа, был двигатель, а что это значит? Что он искренне недоумевает, как же так, вроде вот должно быть, а чего-то нет, да? Да-да-да. Знаешь, Натан, я прошу тебя, наверное, найти какой-то материал, а я уже подготовлю в работку. Нет проблем. Александр, во-первых, мы вам очень рады, вот, во-вторых, мы вас внимательно слушаем, да. О, мой, меня слышно? Слышно, да? Тихо немножко. Чуть громче буду говорить. Вы предложили в конце грамматическо-лексического разбора вопросы задавать. Да. Я присоединяюсь к тому, кто задал вопрос о именах. Здесь очень много имен, и лично меня, и не только меня, интересует их значение. Если мы посмотрим в четвертую главу, которую уже, наверное, проходили на без меня, то имена Метушеллах и ряд других говорят о сути этих людей. И это очень важно. Да-да-да. Поэтому я еще раз хочу поддержать того, кто задал вопрос об именах. Вы как-то сделайте так, подборку, по максимуму, если можно. А это все элементарно. Вы рад, вы в Израиле, Талмуд есть и ряд других книг, которые раскрывают это. И я бы хотел с этим ознакомиться. Это было бы весьма интересно, но я сразу говорю вам, я попытаюсь найти информацию, если она есть в наших источниках. В тех случаях, когда она есть, что-то мне известно. Например, имя Ноах. Это означает отдохновение, отдых. Лануах. Или, например, тот же Аврам, про которого мы говорили, и, может быть, еще поговорим. Но относительно всех других имен мне не попадалась информация. И я попытаюсь поискать. Информация, по-моему, для Игорит Говорящего, носителя Игорита, она, моя точка зрения, должна звучать в самом прочтении, в самом строении. Это да, это да. Это, конечно, такое может быть. Это меня удивляет, что вы говорите. А вот я не имею информации, я посмотрю. А мы же готовились к лекции. Ну, я, честно говоря, на имена меньше обратил внимания. Подождите, а их здесь все, а имена? Тут много имен, да. В этой главе идет 10 поколений Атмур Ахамрама. А это мы слышим, если готовился, то я бы на это обратил внимание. Понятно, хорошо. Я учту ваше замечание. Я постараюсь информацию покопать. Так, да, вопрос интересный, вопрос интересный. С точки зрения состава, то есть корней, это я могу посмотреть просто по словарям. А вот значение, это надо уже смотреть в глубоких комментариях. Хорошо, попытаюсь. Другими раввинами они знают. Да, да, это верно. Это верно. Натан, я вот сейчас сообразил. Да, пожалуйста. Буквально пару недель назад я по заказу одного товарища, значит, писал ашкенадскую транслитерацию. Представь себе Бялика. Ла ба йом ве ла ба ла и ла. Изначально это было написано на ашкенадском иврите. И там ударения все ползут. Вот, и я просто посмотрел, там есть такие слова, которые сейчас не используются, но слова очень красивые. Да. Как, да, как поэтический текст. Тоже было бы интересно разобрать такие вещи. Окей. Я, кстати, говорю, вот сейчас вот поскольку здесь все-таки люди, которые как бы занимаются, смотрите, я еще, может быть, чат в Телеграме скажу. Я подумал, чтобы не прерывать наш как бы недельный раздел, потому что мы идем как бы каждую неделю по недельному разделу, правильно? Если есть желание, я готов, пожалуйста, давайте, ну, не постоянно, но раз сколько-то, можно собраться и обсудить. Я могу выбрать самые, ну, так сказать, в кавычках прикольные моменты вот из этих фильмов, которые стали просто как бы израильской классикой, понимаете? Небольшие куски, скажем, я не знаю, там на 5-10 минут и просто разобрать, чтобы мы вместе посмеялись, покайфовали и все. Если есть желание, да, сейчас, если есть желание, ну, как бы, чтобы специально мне этим не заниматься, но если есть желание, напишите в Телеграме. Я вполне найду как бы эти самые пару кусков, они везде есть в Ютьюбе, можно разобрать, будет очень интересно. Как бы для развлекухи, ну, и вообще, как бы в жизни. Интересно и полезно это все-таки наша культура. Окей. Не тонах, но... Не тонах, да, но близко. Не тонах, но близко. Да. Да. Да, Александр, мы вас слышим. Я понимаю ивритоносящих, обладающих языком интерес к этой теме, но вы уже второй раз заостряете, и раб вам объяснил. Подготовьте и выставьте. Все. Александр, нет проблем, я предложил, как бы, смотрите. Тема у нас грамматическо-ликсическая по определенной главе, поэтому по максимуму мы должны работать в этом. И все сильные, а чем нас оценит в первую очередь, вот у нас тема, есть цель и вот результат. Александр, все совершенно замечательно, но не надо проповедовать здесь, мы никому ничего не должны. У нас чисто волюнтарные занятия, я предложил. Нет, секундочку. Александр, Александр, одну секунду. Это волюнтарные занятия, я сделал некоторую инициативу, предложил. Народ захочет, я сделаю, вас лично я не приглашаю. Окей? Но слово «кто-то кому-то обязан» правильно вычеркнуть из протокола. Никто никому не обязан, мы не требуем платы, у нас занятия волюнтарные. В каком-то смысле это и надвут. Название лекции определяет нашу тематику и содержание, поэтому не придергивайте. Смотрите, еще раз рассказал, специально поправил себя и сказал, что правильно сделать не вместо, а сделать дополнительно. Я не понимаю, какие проблемы. Не хотите, не участвуйте, я же вас не заставляю, хорошо? Вот смотрите, какой у вас подход опять. У вас название лекции. А теперь вы говорите, если вы не согласны с этой лекцией, то вы можете не приходить. Как просто, правда? Александр, смотрите, мы говорим на разных языках. Я в правую кнопку, точку. Я поясняю предложение. Я предложил в дополнение к этим занятиям устроить нечто, что может кого-то заинтересовать. А в какое-то дополнение? Вы это слышите? Вы это говорите пятый раз. Правку поставьте. Окей, хорошо. Натан, я прошу прощения, перебиваю ваши.